У сотрудников госавтоинспекции есть помощники, юидовцы, юные инспектора дорожного движения. Сегодня 16 агитбригад соревновались в умении рассказать правила дорожного движения быстро, доступно и ярко. Дорожные инспекторы пропагандируют правила дорожного движения с детского сада. Участники этого конкурса – школьники среднего звена. Сегодня мы смотрим самое яркое, запоминающееся, актуальное, современное такое выступление, которое мы можем использовать в современном мире, сейчас в нашей агитации. Сегодня я уже подсмотрела немножко некоторые репетиции и видела, что некоторые ребята выбирали тему фликеров. То есть пока в законодательстве не введено обязательное ношение фликеров, но они уже призывают пешеходов, призывают своих сверстников использовать данные элементы в своей одежде. Команды выбирали разные амплуа – кто-то лирическое, кто-то комедийное. Очень показательно, что в номере агитбригады 37-й школы нарушители ПДД представлены в образе поросят. Мы готовили его одну неделю. Мы пытались показать, что надо учить правила. Какие конкретно правила надо учить? Правил уже много? Все без исключения. Что надо переходить по пешеходному переходу, еще многие другие. Каждая команда пыталась запомниться жюри своими костюмами. В особом почете в этом году были образы сказочных персонажей. Главное, тем не менее, на конкурсе – идеи, которые озвучивают школьники. Наша команда называется «Внедорожник». Наша цель – показать правила дорожного движения, рассказать про них, донести это людям, детям маленьким. У нас есть детское кресло, мы показываем, как правило, переходить дорогу, что маленькие дети должны пристегиваться в машинах, они не должны просто так сидеть на машине, ползать по машине. В этом году на дорогах города пострадали 12 детей, и только один из них по собственной вине. Остальные – в результате халатности взрослых. Сейчас очень много ДТП происходит из-за того, что переходит дорогу в ненужном месте и на красный свет. Водителям тоже нужно обращать внимание на пешеходов, которые переходят дорогу, их часто не замечают, и это приводит к плохому исходу. Школьники более серьезно относятся к правилам, чем их родители и старшие товарищи. Инспекторы ГИБДД уверены, взрослым есть чему поучиться у детей. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.